Здравствуйте, сегодня я продолжаю тему видео проекта Дарю косметику, в данном случае вот эта вся косметика, которую я хочу отправить девочке, у которой папа сейчас в АТО и её маме очень тяжело сейчас приходится. Мне рассказала про эту ситуацию девочка с одной группой, я ей доверяю, уже не первый раз это делаю для неё, так как у неё скоро день рождения, то подготовила что-то, что ей в принципе, я думаю, подойдёт. Первый такой набор это Тезая или Джая, кто как называет её, это тоник, потом крем и крем под лоза. Тоник, почему именно этот и крем, потому что у неё как раз комбинированная кожа, чуть-чуть она склонная к жирности, и в принципе я думаю, что ей вот это всё подойдёт. Тут хороший состав и довольно много по времени она ещё может его использовать по срокам годности. Я надеюсь, что ей это понравится, поскольку это в принципе хорошая бюджетная косметика, которую может быть она себе позволит в дальнейшем повторять. И вот такой вот крем под лоза от той же фирмы с петрушкой. Знаю, что это очень неплохая поддержка для контура глаз, но я надеюсь, что ей это будет как раз то, что нужно, поскольку у неё молодая кожа, пускай уже с самого детства начинает поддерживать эту кожу, и тогда у неё будет меньше проблем. Вот такой вот состав в этом кремчике, тут 15 мл, срок годности тоже тут довольно неплохой, и я надеюсь, что ей тоже этот продукт подойдёт. Следующий продукт это такой вот пилинг-маска для лица, сияющая для проблемной кожи, она сухая, то есть в виде вот такого вот порошка глины, состав у неё вот такой вот, если видно, конечно. Надеюсь, что ей это подойдёт, поскольку читала про эту масочку, что она в принципе довольно неплохая, её нужно разводить с водичкой или с гидролатом и наносить на кожу, так как у неё кожа как раз такая проблемная, я думаю, что ей эта масочка подойдёт, и она решит свои проблемы с прыщиками. Следующий продукт это такой крем для рук, чистая линия, нежное питание с экстрактом ромашки. В принципе, неплохой рабочий крем для рук, надеюсь, что ей это тоже подойдёт. Я думаю, что крем для рук никогда не будет лишним, а так это в принципе неплохое качество за нормальную цену. Тут фитом масла и это с экстрактом ромашки, то есть как раз для заживления каких-то проблем на ручках. Также подарю ей вот такой травяной настой для принятия ванн номер 38 «Сладкий сон». Если честно, то этот настой мне презентовала моя подруга, но я не принимаю ванну, поскольку у меня душевая кабинка, и он как бы мне ни к чему. Я приняла решение, что этой девочке это будет более полезно, поскольку у неё есть ванная, то есть я думаю, что ей будет это интересно попробовать. Притом запах, я думаю, классный будет, поскольку тут эфирные масла лаванды, апельсина, экстракт валериана и пустырника. То есть в принципе с этим она должна засынать лучше. Это все в принципе косметические продукты. Также я подготовила небольшой пакетик с вещами и также положу небольшие сладости к ей как имениннице. Надеюсь, что ей это всё подойдёт. Тут всё с хорошими сроками, всё новое. Я призываю вас, если у вас есть какой-то излишек косметики или неподходящие вам средства, которые вы не используете, то давать это тем, кому это более нужно, чем вам. То есть зачем его складировать в шкафах, чтобы потом выкинуть, поскольку срок годности прошёл. Напишите, пожалуйста, насколько интересно вам смотреть такие видео и что вы делаете с той косметикой, которая вам не подошла. Спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал и всем удачи. Пока!